Бориславич, а это что, мы к вам приехали, в гости? Нет, хоть поздно. Не, Иван, вы, конечно, канал можете развивать, а вы вот поперед батька. А что, жарят на рисе, дай пахнет? Да, 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 на ручнике ехали. Не даете вы молодым блогерам развиваться? А, ты снимаешь, что ли? Вот я достал, думал, хотя бы там ролик. Мне надо кредит отбивать. А, кредит, а что у вас кредит? Камера. Камера? 12 тысяч. Я смотрю, круто, я смотрю, у всех камер появилась, у Булатова появилась, у Пасечника появилась. Не те ключи. Откуда бабки, ребята? Не те ключи. Я не снимаю. Придется, ну подождите, это самое. Да, если... Содержали, она висит, она мне еще бы хотела, наверное, помочь. Ну да, если бы что-то за это... Микрофон надо просто. А микрофон у меня дома, в квартире, Борис Владимирович. Сколько не зарабатывал. Сколько съела на весах. Так, добрый день всем. Такие парни, пожалуй, к нам в гости. Камеру опустите, не видно ваше лицо. И вот еще один с телефона. Молодые пчеловоды к пожилым. Приехали в гости. Пожилым, но опытным. Да, пожилым, но опытным. Посмотреть, как зимуют челки. Вот, смотри. Пенополиуретан. Да, пенополиуретановый. Мы тут уже хозяин, чем, Борис Владимирович. Пока вы где-то ходите, мы уже тут... А вы из телефона сразу конкуренция. Конкуренция, развитие молодого канала. Главное, чтобы крышки на месте были. Да вроде бы пока на месте. Мы же придавливали, там камушки, смотрю, лежат. Не, говорю, ну все равно. Может где-нибудь наш, как это все мы. Хорошо. На пасеке у Брониславича... Энадия Брониславича, Измайлова. Где? Покажите, где дятел. Сейчас покажем, где дятел. А, вот он стоит. Смотри, дятел. Литки. О, ремонтированные пеной. Вот тебе и дятел. Так это... Листовой обычный пенопол. Да, это Брониславича первый. Обычный листовой пенопол. Который магазин. Да нет, это мы все прекрасно понимаем. Это мы просто собираем информацию по поводу зимовки. Не зимовки, а работы. Это же ЭППС материал. Это его и мыши, и пчелы грызут. Все стоит, никуда ничего не заносится. Это пчелы. Так это же не пенопласт, это же не формовочный пенопласт. Это низкой плотности, конечно. Видишь, вставлены эти уголочки пластиковые? Только перевернуты. Обычно его вот так ставят. А это вот новый пенополиуретан. Вот, кстати, краска, видишь? Краска на пенопласт положится хорошо, а на пенополиуретане краска отходит. Я так люблю, как Брониславович положил и сразу взял. У меня тоже так лежит, ничего не заносится. А я так не люблю. У меня тоже 5-6. Не, ну не то, что я лично заношу, просто все. Бронислав говорит, зачем лично работает? Ну, Бронислав еще и зимует, но клеился на улице. Опа, котяра. О, котик красивый. Это настоящая доказательство, что бог у нас зимует на улице, да? Не, ну может тут пчел нет. А все равно красиво смотрится, симпатично. Ну это такие закругленные углы. Подожди. Плотно, плотно. Плотно сидят. Смотри, как хорошо. Плотно. Как хорошо сидят. Да? Компактненько. Ага, вот значит какой Брониславич пенополиуретан. А вот смотри, дырка в пенополиуретане. А вот. Это не пенополиуретан. Это пенополиуретан. Это пенополиуретан. Это химиксилен. Это как журналисты приехали найти где-то какую-то проблемку одну. Так, смотри, выбила и рамку даже выбила. Да, да. А тут пчелы есть? Нашли, к чему пристать. А еще и пчелы живы. И тут пчелы мы здесь, снимай крышку, да. Видишь, пчелы сидят хорошо, только жалко вот. А он, видишь, это тут перегородка. Не, ну вот она, ну какая разница. Вот тебе. Что, закрываем? Да, да, да. Ну, а говорят, пенополиуретан. Дятел не берут. Так это не пенополиуретан. Это пенополиуретан-химиксилен. Да? Да, луганский. А твои, кстати, ППСные не... Это... разве это... Не холодно? Да. Ну это же вот восьмирамочный. Только он переделан. Твои ППСные, нет? Славич, а у вас действительно этот живет. Вот. Вот тоже. Да. У вас в натуре проблема. У вас дятел. Дятел. Причем это только этот зеленый бьет. Ух ты, да. Это, оно ремонтируется в принципе. Нет, то, что ремонтируется, это понятно. Просто, ну я с таким вообще сталкиваюсь первый раз, честно. Но он и деревянный улья пробивает. Ну дятел и он и дятел. Он же для того и рожден. Чтоб по дереву долбить, а? Все накончилось в этом самом... В пистолете? В пистолете. Ну мы открыли пару крыш, конечно, без вашего разрешения. Пчелки хорошо сидят. Кстати, видно, видишь по этому самому, если под ульями есть крошка. Ага. А снег же недавно был. А вы принципиально их не заносите? Он же, ты видишь, жрет его мед. Да, да. Мы уже посмотрели. А пчелы сидят хорошо. Супер при чем сидят. И он определяет, с какой стороны сидят пчелы и долбит с другой. Потому что чуть теплее, они вставляют трындюлей конкретно. Под крылья, когда попадают, так он тут кувыркается, как этот сон. Да, жалко, конечно. А в новых, в новых вот этих, чем прошлогодние? Ну вот, в новые этот самый. Это вообще как у химоцелена. Угу. Да, да, да. Один вот такой. Кто отошло или что это? Это специально сдвинутый, стоят на крышах. А там сетка полностью. Мориславич, ну вы не заносите принципиально? Или чтоб просто не тягаться? Ну по каким причинам? Во-первых, некуда заносить. Ага. То есть, ну и проблемы особо нет. Зимует. Если примерзает, так они сутся. То есть, видишь, на сетке стоит, видно, где два рядом. Ты видишь, клуб где сидит. Ага. Тоже. Видно, где клуб. Это я уже типа... Это типа подутеплил немного, чтобы ног не расслабили. Объединяю уже два нука на зиму. И остается крыша. Так я их на крышу ставлю. Вот тут на два пальца проход, чтобы вентиляция была. Представь, а вот у меня просто, ну не хочу рекламировать там фирму. Но есть фирма, которая делает отпугиватели. Как вы думаете? Видно, внешне тоже так. Это все фигня для дятлов? Ну, подели на этих рамках надо будет. Для дятлов? Ну, и от птиц. И щит. Да, хора работает хорошо. Может стоит вот этого отпугивателя? По щурке. Ну, бывает, ну, там два-три дня буквально за год. Щурка когда... Просто жалко. Реально же классно. Видно. Вот туда ждать. Да. В чем видишь дырочка. И там не вот тут, а вот тут. Он чувствует. Он видит где. И он не добил просто получается. А не до леса взял. Ну, он спортил. Жалко. Обидно просто спортится сколько материала. Если бы я тут был, я бы с ним разобрался. Ну, для меня это, конечно, я вот как бы шок. Я, ну, такого не видел. И ну, себя не наблюдал на пасеке. Интересно. В ППСах? И вот у меня же есть, у меня же микронуклеусы. То у меня нету такой проблемы вообще. Что вы вылетали? Видишь, сверху на книгу. Причем это вот может даже сегодня, если солнце зло. Ага. Успражнение. Хорошо. Ну, откройте нам какой-нибудь образцово-показательный или случайный выбор. Этот самый. Тут просто есть какие-то пустые стоят. Ну, ничего страшного. Можно это. Ну, это, что опять, это шнуки зимующие. Ну, зимуют они вот как плотненько. Вот сидят вот. Ничего себе. Набито прямо. Идеально. Ну, тут единственное, что у меня крышка прямо на вот этой вот, знаешь, это рамки. И выходит, когда пчелы, надо потом их типа загонять, чтоб не давить. Ага. Ну, да. Потому что крышка, когда положено. Крышка очень плотная, да? Да, вплотную. Это сделано вообще для того, чтобы удобно было работать. А ну, подержи. Ну, набито хорошо. Ну, это пенополиуретан. Это же пенопластик. Такого нет. Ну, бак посадится. То есть это у него есть. Просто они очень плотно садятся. Лично. Пока две пчелы загонишь, три вылезет. Стоять. Ну, тут, конечно, легче три придавить, чтоб побросишь за нос укусят. Скажет, бак вас только усил, у меня карник не кусается. Карника... Не. Я всегда говорю правду. Чего? Карника жалится тоже. Видно, что клуб общий. То есть, когда сдвинуты две штуки. Ага. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. А тут, наверное, тоже есть. Капец. Ну, блин. Многие считают, что это... Хорошо сидят. Так семьи не могут противоваться. Ну, мастерство не пропьешь. Просто многие так считают, которые этим, ну, не занимаются или просто не знают, я не знаю. Если мороз спадет, дятел не будет появляться. Я думаю, в начале марта я сюда приеду. Если он еще будет сюда показываться, я с ним разберусь. Ну, дятел, конечно, да. Надо что-то с ним делать. Просто тоже, я так понимаю, новые корпуса, да? Да. Вот тоже новые корпуса. Ну, вот тут, где дырочки были. Да, да. Ну, это пенка эта самая. Не, ну, то задуется. Просто сама, ну, неприятность все равно. Это, кстати... Вот это доноры. Давай, Газ вообще. Как с клубочком. Вообще, идеальный круг, круглячок, клубик. А вот то были нуки именно. Они угли отличаются. А, то нуки, а это доноры. Тут корпуса немножко другие. Ну, тоже есть. Там они поглубже сидят. Ну, хорошо сидят. И крыши сделаны прикольно. Это уже на хлопучках. Ага. Они по цене получаются вот эти крыши дешевле, чем спенополиуретон. Ага. И долговечный. И долговечный. Я тут больше месяца не был. Что там, Денис? Я не знаю, как у вас получится. Что доноры. Что это стоит? Пустые. А, пустые. Вот это я тут перехаживал. Тут у них вообще... Ваня, не разгорожен. Сейчас покажу. Вода попадает, как на клею получается соединяется. Ага. Вот так. Движи разгорожены по длине. А это вообще трехсотая рамка. Ага. По половине? Да. По высоте. По высоте 300. И получилось, что в одном отделении пропала матка. И для того, чтобы их соединить, пришлось улей поменять. Поставить донорский. Ага. Это получается на четыре места, да? Четыре по четыре. Да. Вот это улей брата Адама. Вот это? Да. Вот он. Нет. Восьмирамочный. А, вы имеете про нуклеусы? Да. Брата Адама. Не улей брата Адама, а нуклеусы. Ну, именно улей брата Адама, но нуклеусный. Вот это я сюда перехожу. Вот это. Два улья практически освободилось. Не, вы прочитали про улей брата Адама. Именно. Да там книжка такая была одна. Красненькая или желтенькая? Это, видишь, тут эти самые рамки высокие стоят тоже. Ну, она там почти их и не было. А что это у вас за обозначения такие? Или это разделительная решетка была? Так кто-то что-то колдует. Нет, это иголочки. Жаня Славич одевает, чтобы залетело. Не, ну тут клетков не было. Иголки вообще это вот, знаешь, когда ежки подсаживают. Просто закрыть, чтобы случайно не вылетело. При подсадке. Геннадий Борисович, расскажите, как вы ведете учет? По плотной, неплотной, по рядам или по номерам? Смотри, зимуют пчелы, видно этот самый. Видишь, вода тает. Снег тает. Снег тает. Расскажите про учет маток. Вот у вас номерки тут. Как вы? У вас в каждом уле по четыре отделения. Как вы ведете учет? Где плотная, где нужно подставки? Это журнал есть просто. То есть вы через журнал, нет каких-то обозначений? Нет, ну все нуки прономерованы. Типа один, два, три, четыре, пять. Это ж они скинуты по два, это тоже донор. То есть у них своя номеровка. Вот эти это тоже на нукулице. То есть у них номер свой. А потом просто я делаю, смотри, там по системе какой. Подойти к улю можно только с этой стороны, да? Да. Значит будет леток с этой. Первое, второе, третье, четвертое отделение. Ага. С той стороны подхожу тоже. Первое, второе, третье, четвертое. Ага. То есть чисто по месту. То есть у оле четыре, вместо дробь? Это где-то дырочка есть, вылезнет. А главное, чтоб не этот сам. Не объединились раньше в вес. Хардятла следы. Ага. Слепок сделает. Выпасал, выпасал. Капкан надо ставить. Тоже все. Нормально. А потом вы их просто делите на две части, да? Славик, привет. Набирал по телефону где-то заклопотаны. Собирался так, что за отворот ключ забыл. Прошлась вокруг области. А какие у вас тут в округе медоносы? Ну как правило. Акация есть немножко, ну до 10 килограмм, скажем, с улью. Липа есть, где-то 20-30 с разнотравием. Ну и подсолнух где-то в радиусе 3 километров обычно ничего нет, но не приносит. Еще килограмм 50. Ну, хорошее, да? То есть есть на чем-нибудь. Ну дай бог. И показатели Бакфаст в этом году? 77. Круговое. Для стационара. Стационар и плюс у меня как-то этот мед, я ж горюк, у него такой-то целый. Мед. Это все нуки, а семьи стоят, семьи можем посмотреть какие-то. Ну, открыть одну там. Кстати, вот это тоже пупоушные угли. У вас и деревянные есть. А вообще, есть у вас какое-то личное, ваше, ну как бы, что вам больше подходит? ППУ или дерево? Надо переходить. Видишь, это вот, кстати, редкость очень большая. Клуб сел не под ту стенку, не под общую. Не да, не ближе к этому, да, не теперь, по идее, да, по логике. Да, они обычно садились сюда вместо. Ну, может, из-за того, что немножко раздвинуты. Может. Ну, в этом году послабее, конечно, идут. Послабее, если у меня. Ну, хорошо. У них еще прикол в чем. Они в полтора раза разлазятся потом. Они хорошо сжимаются. Вот здесь идет, да. Так вот, ваше личное. Вам больше нравится в дереве или ППУ? Или в пенопласте. Тут был лучший пенопласть, однозначно. Просто по деньгам. Ну, по деньгам, да. Это у меня, кстати, тут аварийный уль был. Ну, он же. Он сидит, да, на второй пошел. Что значит, аварийный? Объединил две штук, и они вишни совпадают. А вы, я смотрю, ну, как бы, зиму идти не на одном корпусе. Ну, обычно на трех вот. Вот так, да? Это как бы... Да, вот это штатное. А почему не на одном, допустим? Да, ну, это же полурамка. Не, ну, не на одном. Жирненький. Ну, хорошо сидит. Не, то, что полурамка я... Я имел ввиду для шутипании, ну, как бы, не на стандартную, не на одном. Ну, на двух, грубо говоря, не на двух корпусах. Не, можно на два сбить, но вот тут, он сейчас тут пчел не будет. Я весной туда, там, черная сушь, то это на выбраковку идет. Да. Ну, не, меньше движений делать, и времени не тратится, когда их три. Накинул сверху корпус, милайся. А чем вы обрабатываете пчел? Как правил? Нет, этот самый. Ну, в нижнем. А, да, двухверт. Пушка и пластины, пизан. А вот в дымпушке есть много вопросов негативных. Как вот лично ваше мнение? Ну, за дымпушку. Ну, просто ваше мнение. 30 секунд на обработку одной семьи, это с плюсы, клещ сыпется. То есть, ну, вам удобно с ней работать? На контрольном, на контрольной обработке. Я проверяю. Вот это, видели, что я на крышках. Вон, синица, поменьше. Ага, синичка. То есть, обработал, посмотрел, что высыпался, клещ, не высыпался. Ну, да. Понятненько. 21-й БЗС. Ага. Ну, у вас же полностью все Бакваст? Да. Одна есть кусавица. Ну, у вас же раньше была степная украинская? Была. Вот, я с ней 20 лет проработал. Какое преимущество Бакваста перед украинцем? Ну, понятно, мне это понятно. Спокойное. Первый раз. То есть, это уже все соседи подумали, что я пчел перевел. Ага. То есть, миролюбие? Миролюбие это первое, что? Да. А по меду? По меду 20% больше. Ага. И у них повторяемость шикарная. Я, ну, предсказуем уж потомстве. А украинская нет. То есть, нет чистых линий. Были в украинске чистые, нормальные. То есть, ну, это можно сделать временно. Да. А нет у нас пока из чего еще. Причем сейчас пытаемся за породу цепляться. Надо за ХПП цепляться. И потом уже с хорошими ХПП выбирать то, что ближе к породе. Да, ближе к породе. Ну, это логично и правильно, так. Понятнее. А вы инструменталкой занимаетесь или нет? Есть. Все. Несколько штук сделал. Даже сели все. Но заниматься некогда. Ну, понятно. Это что, у них стоит 270 мест. Есть еще 400. Ну, в другом точке. Еще будет там добавлять. До 1000 будем добавлять. Потому что... Впрочем, надо развиваться, продвигаться. И там еще будем пакетные ящики. Наверное, на основе уже ППС вот этих ульев новых, которые действительно рамочники. Которые вашего производства, да? Да. Пакетные. А когда будем, мы увидим ваше производство? Да завтра должны быть. А, завтра увидим. Так, Амбраниславич, у вас Новый Улей, да, я так понял, выходит в производство? Это на той же базе, там, где Денис делается. Просто на 10 рамок магазин будет. То есть магазин на 145-ю рамку, 10-рамочный. Да, 10-рамочный. Это новинка у нас в пчеловодстве. Дай бог, чтобы... Ну, вроде уже все, но там... Ага, ну посмотрим. Не будем пока рекламировать. Посмотрим, да, Саня? Да, надо бы доску сушить. Ты знаешь, она должна быть, тогда она не понадобится. Да. То же самое. Да, посмотрим на выставку. Тут особый порядок не наводился, но жена сказала, все, говорит, огородом не занимаюсь. Говорит, навожу порядок на усадьбе, потому что... А цели засеете? Да, запросто там что-нибудь. Ну, тут земли прилично. Тут вообще от забора до забора 45 соток. Там типа вода есть. Ага. А там в конце, там, вот там, да? Воды тут близко. Тут всего полтора метра. Ага. Суперски черная. Грунтовые воды близко, да? Близко. Поэтому там ни зимовников, ничего нет. Понятненько, ну да. Так, ну давайте... Ага. А это же вот, наверное, наработка с Бориславовича Улья. Это... Видишь, Бориславович, инкубатор до сих пор работает. Температуру покажет, минус 15, минус 13 в одном. Инкубатор. Инкубатор. Вообще, что-то 13 много. Так, ну что, я пошел с обзором. Крыши. Не, не крыши, дно. Бориславович, ну я без спроса у вас пошел по этим. Позаглядать. Вы ищите пакет пока, а мы тут подоградаем. Вот так надо было умудриться, ключ не взять. Так, бедра. И выхватил вот тот самый. Бедра с медом даже есть. Стол для распечатки. Вы таки не попробовали в этом? Да, божечки, неудобно. Медогонка. Мелисса, да? Мелисса, где? Не для твоего роста. Видишь, магазин деревянный. Посмотри, тут оригинально сделаны в лизу фиксатор. Фиксатор, расстелитель. Дымпушка, папа, да? Виктора или Гайдара. Кто это? Ну, это они же вместе там? Это стек, да. Ну, у меня точно такая же, я точно такой пользуюсь. Вот это керосин один к одному разводится. С этим вот это и тот самый бипин. А чей это бипин? Ну, линьерский. И нет, так. Санючек, присти, пожалуйста. Это же тактик. А что за проволока у вас? Нихром. Вы не хромом пользуетесь. Инкубатор, Брониславич, вот такой. И много. Ну, вот давайте воск или вот что-то есть. Здесь рамочки. Изоляторы. Бигуди. Умудрился, я собирался, и ключ от ворот забыл. Да не ту связку схватил. Да этот сам, обошли уже круглый. Силиконовые височки делать. Да мы сейчас, вот так, подскочим тут ключ, возьму, поедем. Типа. Булава. Я как раз, да, кату и не собирался. Она, кстати, спрашивала, если молоко есть, говорит, возьми. Так, где-то было линии. Литочки, движечки. Да, у тебя классно все. Так, что у нас здесь в Бресла еще есть? Где линии? Вот линии. Вот это? Может это секретная информация? Там уже секретная. Ну ничего, уже не секретная. Просим, может нельзя? Да. Да, молодец. Так, силиконовые. Да, хорошо. Инструменты к станку. Инструменты. Слушай, вы пользовались силиконовым этой? И как? Ну вот это. Да? Если я. Кто? Я пользуюсь, я делаю. Силиконовые, да? Да. Классно? Ну я и таким пользуюсь. Самый лучший силиконов на верху стоит. А, джентер. Это не джентеры, это те самые. А, мисочки. Мисочки некогда. Булава. Самое главное есть булава. Мы сейчас только на них перешли, да? Да. Полностью. Ну, там они, вон, лишь пиливочные рамки есть, которые и под пластик, и под этот самый. Вытащится. Что-то сюда складываешь. Это мое. Нет вообще аналогов. Это изобретение, крепление, может вам не пригодится. А, я на воск. Баклажки с баклажки нарезаете треугольничков, да? А это вообще 0,5 стеклотик столит. К нему приклеивается. То есть, можно потом снять и воткнуть уже. А я с баклажей понарезал треугольничком. Ну, кто с чего. А я вырезаю с этого, с жестянки. А сейчас просто такая же планка и приклеиваю никотовские мисочки. Потом отрываешь маточники хорошо в клеточку гайдара становятся. И эти, и те. А вы клеточками гайдарскими или пользуетесь? Или польскими, да? Ну, на рассылку можно. А вообще в маточнике ж не влазят. Маточники гайдаровские. Вот гайдаровские для маточника очень кажется. Подорожали они у них в этом году. По 330, вроде. Так. В этом. Это для пасеки? Ну, мы же берем под 2 тысячи стратеги. Не, ну вы серьезные. А в этом году вы будете брать? Где? У Гайдара. А, вон, при соседнице. Я уже польских заказал. Так, надо шить. Ну, не заказал, а уже дома. Ладно, большой. Все, идем набирать. О, есть медочек. Медочек, есть Бакфаст. О. Это надо, чтобы были там. У меня тут было, чтобы 2 года стоим, пока моль съел. А вот здесь, смотрю, деревянное нищие. Это поддоноры. Там деревянное дно и крыша на хлопочку железная. Вот это кто сделал? Дятел. Вот это. Это же ППС. Да я понял. Это же вот этот покупной магазин, да? Ну да. То есть они 2 сезона, в принципе, отхаживают. А вот это уже сверху, это ППУ стоит. Да, это уже ППУ. И вот это, что я видел, немножко другой ППУ тоже. Это делал Лебедев. Да, Денис Лебедев. Пеной легко и наденка. Вы довольны милисовскими догонками? Да, я все видел. Был раз сбой вот это программы. Сбой программы, а так, в принципе... Из-за того, что зацепил мед. А, да. И выпила блок питания предохранитель. Или немножко программу переустановили просто. А так, нормально. Ну, все, позади даже блок. Как он мне начать пульбу? Тебякс, нам да сейчас тут где-то коробка стоит. Сейчас собрать. Мед, смотрю, в ведрах у вас еще. Ну, там забрус, наверное. А, забрус. Запасы есть. Когда надо не закрыть, выходи, да. Так, чтобы кошку не закрыли. А это, это... Это какие-то заготовки с рамок. А, думаю, может. Сейчас там и клеится. А где Фадеев делся? В машине сидит. А, что ты стихаешь? А, вон, вон. Это что ты мне, Сань, показываешь? Это я покажу второй точок Брониславича. Там 400, там матка мест у них стоит с Димкой, оленником. А, ну, я понял. Вот. Что-то видно? Да, да, на камеру видно. Я так приблизил. Ой, не сбивай. Сейчас я еще там чуть-чуть. Короче, все, мы засняли. Да, у них там все на ПП этих... На ППУ их них, да? Ага. Очень классно и... Короче, Брониславич не знаем, но мы вычислили. Где вторая точка? А хозяйские там все у них. Понятненько. Поехали дальше. Поехали дальше.